Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфудинов и по этой горе, я думаю, вы догадались, что за рубрика, конечно же, это распаковка посылочек. Поехали! И как обычно, здесь, скорее всего, будут и на фото тематику, и на не фото тематику. И те посылки, которые на фото тематику, пойдут на мой основной канал. А если будут посылочки на не фото тематику, соответственно, на мой второй лайв канал. Итак, поехали! Давайте начнем, наверное, с самых маленьких посылок и придем к самым-самым большущим. Итак, это самое малюпусенькое, самое скромненькое, оцененное в 2.52 доллара, естественно. И как бы не порезать там ничего. А-а-а, классные штуки! Я, честно говоря, так и не понял, что это браслеты, или все-таки действительно, ну, то есть, на руку это браслеты, или на объективы. Вот, в общем, сейчас попробуем. Вот так вот. Вот, в общем, их можно носить и на руке, и можно носить на объективе. У меня был видеоролик, ссылочку оставлю в описании, был видеоролик о том, как спасать резинки на объективе. Действительно, это очень помогло мне. И резинки, когда растягиваются, фокусировки и зумирование на объективе, очень помогло вымачивание, я не помню, там, в ацетоне или в ацетоне я вымачивал. Вот, а еще, как вариант, это притягивать вот этими вот резиночками. Вот, сейчас попробуем. Берем объективчик. Так, вот как раз написано 85 мм, и это объектив 85 мм. И вот так можно. Достаточно эластичная резинка. Хорошо тянется. Вот, например, во-первых, это будет немного защищать, возможно. Ну, и во-вторых, вот так вот подстягивать резиночку, если она чуть-чуть у вас разболталась вдруг. Ну, и вот так вот становиться на выпуклую часть, если ставить, вот, будет ставиться теперь на резинку. Прикольная штука. Стоит сущие копейки, и ссылочку оставлю в описании. Я взял зачем-то сразу с перепугу аж три штуки. Там они что-то совсем дешевенькие. В общем, поехали дальше. Так, вот, все, пакеты маленькие закончились. Коробочка побольше. Так, с какой стороны ее открываем? Угу, угу. Девять долларов. И снова я уже подглядел, что там написано. Так, и снова фото тематика. С такими темпами нечего будет выкладывать. Но не фото тематика. Неужели это будет фото тематичный полностью выпуск? И так, смотрим, что тут. Раз, два, три, четыре. Четыре? Почему четыре? Раз, два, три, четыре. И пять шнурочков. Ну-ка, ну-ка. Так, проверяем. Раз. А, здесь две. Два, три. Четыре. Так, ну что, китаец неплохо упаковал. Пять. В общем, это флешки, по всей видимости, того же производства. Но в других пакетиках. Тоже четырехгиговые. И сколько они там стоили у меня? И стоили они по 267 рублей. Вот, ссылочку оставлю в описании. Если они нормально пройдут тест. Если вдруг нет, то в описании напишу. Так, а здесь еще, кроме того, что флешки, еще есть шнурочки. Хм, так, вот такие аж длиннючие шнурочки. Прикольно. Прикольно было бы еще свой логотип, например, нанести на эти шнурочки. Было бы вообще замечательно. Так, в общем, классно. Все, ладно, замотаю потом. И так, последняя посылочка осталась. Сейчас мы посмотрим, что это за такое огромное. Так, из города Курска. Так, 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 так. Ага, там еще коробка. От Найков. Что-то мне подсказывает, что там Найков нету. Иначе, кто бы знал, что у меня 41 размер обуви, да? О! Та-дам! Та-дам! Брикетики. И что в этих брикетиках? Ммм! Вам это видно, нет? Что там просвечивается? Мне кажется, я знаю, что это такое. Ммм, какой он огромный. Огромный мой логотип. Это мой логотип. Да, и здесь он тоже просвечивается. Так, но упаковочка хорошая, о, хорошая. Пожалуй, я остановлюсь на этом вскрытии. Я знаю, что это такое. И это мы рассмотрим в отдельном ролике. Это будет интересно и, скорее всего, может быть, даже полезно. Супер. Ну что же, спасибо вам большое за внимание. Не знаю, насколько было вот это вот интересное вскрытие. Мне, конечно же, это все интересно. Но вам я не знаю. И поэтому напишите в комментариях продолжать такие видео. Или там втихомолку, без камер, без ничего. Вскрыл по ссылочке, сам порадовался и все. Или все-таки делиться ссылками, покупками, проверками и все такое. Спасибо большое за внимание. С вами был Андрей Сафидинов. Жду ваших комментариев. Пока.